Приветствую всех на канале Вечный Пилигрим. Сегодня мы начинаем нового персонажа. Это будет Орг Персерк в легкой броне с двуручным клинком в руках. Особенности прохождения. Броня легкая, не выше сыромятной, а скорее даже меховая броня. Второе, клинок максимум орочий, никаких там доедриков, драконьих, не-не-не, ничего подобного. И незачарованный. Соответственно, что? Магию мы не знаем тоже. Мы воины или кто? Соответственно, у нас сразу проблема. Мы не знаем ловушку душ, не можем применять. Нам придется камни душ, покупать заряженный, который в 3-4 раза дороже, чем пустые. И их просто мало. Ну, вопрос мало, я буду просто бегать по городам, не записи, но это ладно. А где достать денег? Давайте-ка снимем с экономики все мои стандартные ограничения, продавать будем все, что можно, все, что изготовим, все, что найдем и так далее. Догнал у нас. Ну да ладно. Да, Хелген я скиднул, если что. А что еще? Задача. Победить Эбонитового Война, Корстага и прочих могущественных боссов. Первая задача. Вторая задача. Выковать все виды клинков двуручных мечей. Это нам как кузнецу задачи. Третья задача. Собрать как можно больше уникальных клинков в свою коллекцию. Ну вот так. Погнали. И еще. Для хардкора. Не используем зелью лечения. Соответственно, магией мы не пользуемся. Восстановление в них входит. Зелью лечения не пьем. Там слишком много их, слишком он читерны в плане идеальных. А это значит, что нам в помощь только регенерация, регенерация с вещей, пища и регенерация зелий, но не мгновенная. То есть, зелья и регенерация можно. Зелью лечения нельзя. Если так вот. Так. Карта с сокровищем. Ну, не сказать, что нужно карта, но там вроде один из бандитов. Нет, один там с тяжелым доспехом. Один в доспехах лучниц, скорее всего, будет либо меховые, либо сарамяты, которому. И третий, может быть, тоже меховые. И вот, давайте посмотрим. Берса. Берса, наверное, на них надо отдавать. Потому что трое не хочется так рано умирать. Хотя Берсерта жалко, он нам понадобится. Вот, меховые доспехи, да. Есть контакт, да? Корунда высидит. Так, тут. Одноручное оружие, к сожалению. Ну, что есть, то есть. Да, давайте-ка военные книги такие соберем. Как справа. Библиотечка мастера мяча. То есть, на доспехе. На это какую-нибудь тактику сворных отрядов там. И проще. Такие книжки мне интересны. Зато Хадвар не успел помочь. Тоже хорошо. Не хотелось бы к его помощи прибегать. Хадвар нам поможет в ревер-муде, но вопрос, когда мы в этот ревер-муде попадем еще. Так. И наш маршрут. Нам нужно очень много денег. Что у нас? Он издевается. Сравнят на шлем малой магии. Зачем нам магия? Мы ее не знаем. Ладно. Переодеться надо. И про маршрут. Сейчас. Броня есть. Ботинки защищать лучше, замерите. А наручи у нас вроде были. Мы их сейчас братьев бури собрали. Да. Но уже что-то. Итак. Маршрут. Денег надо много, да? Озеро или наут. От и до и от него так не буду. Сундукам быстро пробиваюсь. Стоп наш копыли. То есть вот маршрут. Где у нас тут дальше? Разрушенный форт. Неотмечена локация вот здесь. Здесь мы благославляемся зенитаром. 10% к улучшению цен. Берем эмулет зенитара. Еще 10%. Потом будем активируем в городе уже Вайтране. Дар милосердия. Еще на 10% по-моему лучше цены. И один перк сразу вкладываю сюда. Еще 10%. 10, 10, 10. До 40. Сюда я вложу еще один. Как-то докачается быстро. А потом уже все. Потом перестану. Почему так важно сейчас? 10% сначала игры это много. 10% ближе к концу игры это фигня. И когда уже где-то 5-значные, 6-значные суммы. Зачем они? По крафту мы изучаем весь крафт. Вопрос в том, что, соответственно, на совсем мои черные книги брать не будем ради крафта. И, соответственно, микромагам и не поиски. Усердствовать в зачаровании тоже не будет. Так, может быть, пару циклов сделаем. Все. Там не душ. Берем, но они, ну-ка, может быть, один зарядный, нет? Оба пустые. На продажу. Аметист. Шикарный. Вообще, сюда зашел. Надежда А. Камень душ. И Б. И Б, наверное, это все-таки основное. Это как раз морской желтик. На регенерацию хп имеет свойство. Ингредиенты. Вот это мне очень нужно. Камень леди, пока нас перей. Тоже нужен. Почему? Да потому что нам как восстанавливать здоровье? Из-за очарования нет, еле слабые будут сейчас. Пока они еще будут. Подождите. Так, а бандить всего лишь, да? Попал. Вот так. Ладно, это можно потанковать. Не дай нам, не дай нам, не дай нам потанковать. Давай. Так же, я буду по мере загрузки инвентаря прыгать в город. Ну, останавливать запись, прыгать в город и распродаваться. Чтобы не занимать этим время в видео. Это скучно, но тем не менее, скипать это тоже слишком много денег потеряно. Вот это будет неправильно. Еще у вас есть, да? А значит, стрелять. Все, но сейчас регенерирую. Сладкомарку с рыбами будет. Ага, там какая-то жрачка была. Похоже, то ли стейк лососевый, то ли еще чуть-чуть подобное. Слиток. Вот, зато это та меховая броня, которую я искал. О, это уже что-то. Уже похоже на орк. Так, вопрос по поводу прыжков в город. Я еще ни одного города не знаю, куда я прыгать собрался. Ладно, это значит, будут последствия. Так, сундуки, да. Два здесь. Так, шикарно. Зелье на продажу. Один заряженный есть. И еще шмотка. Чем, почему я так обрадуюсь кондув? Да это на самом деле монет 80. Да какой 80? Наверное, со скидками это будет монет 90. Просто, а без скидок зарядка, я думаю, хорошо за сотню будет продажа у торгового волшебников. Хорошо за сотню, то есть нормально. Ну и мантия, соответственно, сразу так, тут магический шмоток не выпало, ну ладно. Это нам, видимо, вот компенсация за сыромятный шлем магии, который нам стал марс из трупа выпал. Ну, правда, не могли дать каким-то там сыромятный наручий, двуручного на двуручный оружие. Или на кузнец, а или на алхимии, или на реген, хпс, там запасы силы на реген в конце-то концов. Не, маги, корпус. Ну-ну. Рыбью больше для тренировки, яд и мы использовать не будем, сразу говорю. Пусть кусает. Надо использовать любое возможности для улучшения брони. Да, почему я сейчас не буду еще вкладывать в броню науки? Не собираюсь я пока делать. Потому что... Так, вот и купе. И двуручку. То есть, что стой, не туда, не туда. Потому что, смотрите. Легкая броня, ну всем известно, на 20% класс брони повысится, да? Сколько у нас класс брони? 38. Ну пусть 40. То есть, даст целых нам 4, ну ладно, если бы то с 4,5 единичных класса брони. Ребят, это какие доли процентов поглощения урона? Это даже не 1%. 1% это 5,7. Нет, не так. 5,7. Сейчас. 570 это 80% поглощения. У меня 85% поглощения урона, да? Соответственно, 5,7 это 0. 85% 0,85% получается, да? То есть, ну, где-то полпроцента. Тогда с поглощения урона серьезно. Сейчас, если я буду вкладывать перк. Ну, это глупость. Пока трата перков. Да, конечно, навык двуручки тоже даст мало, но тем не менее. Сейчас. Так, вот это уже спасибо, на цену смотри. Вот это вообще спасибо. Такие зелья мы будем, зелья лечения не использовать. Вот это мы надеть не можем, тяжелые, но за зачарование вполне себе спасибо. Продадим. Не разберем, а продадим. Не очень любые деньги. А, там рыба напала. Стоп, учебник забыл. Только я не помню, его можно взять, тут надо или украсть. Можно взять, да? Да, одноручно. Ладно. Воровать мы, кстати, не будем. Не-не-не, не надо. Так, стоп, стоп, стоп. Ну, да, два, сколько у меня, кстати, урона вообще. Вот это точно укидывается. 24, 6, 6 чистого. Так, в битву мы вступать тут не будем. Это будет ВОБО и много смертей нам. Да, при таком биоде мы умирать будем много и часто, скорее всего. В том плане, что... Таким, минимум доспехов и относительно слабое оружие. То есть, пока мы не станем нормальным крафтером, пока не сделаем все снаряды, нас будут пинать. Но, на самом деле, наша бесплощенность добьется того, чтобы ей великанов не вырубить на ранних уровнях. Да-да-да, я психизм, я знаю. Так, лагерь сонного дерева тоже на цайте. Мы в Вайтран собираемся. Вернут сначала даже Вайтран, потом реверу. Вот так. Ну да. Так, пещера сломанная к выгонам. Вообще не вариант. Мы мимо мастер-вампира, во-первых, не прорвемся. Вон, кстати, этот порт уже виден в ущелье. А во-вторых, там, да, черный камень душ. Но, скорее всего, он пустой. А что нам толку? Ну, продать, да. Но пустые камни душ не так дорого стоят, на самом деле. Ценность основной заряжен. Поэтому прорываться каким-то чудом мимо мастера-вампира а толку ради чего даже вот и прорваться, я имею в виду пробежать, схватить и убежать, нет. Бессмыслен. Хотя, конечно, там мастер-всенок, да, но это смерть. Обойдемся. Так. А, еще и учебник остаточен. Здесь я иду, и слитки, кстати. А тут должен быть амулет. Стоп. А, вот она. Провалился, мой хороший. Пау, ну мы тебя вытащим. Великана. Великана, с великаном кто-то воюет. Протамамонт. Так, сразу учебник зачарования. Ладно. Пойдем, хоть и на ранней стадии он не сильно нам поможет. Нам больше интересует сейф. И там вроде еще в бокале камушек. В кубке. Ага, нет, вон он рядом. Сейфи, что? Аминтист. Везупречно. Аминтист. Так, нет, великаны, мамонты мы не одолеем. Основной гроз даже не великан. Мамонт. Быстрый. Будет, ну, догонять. Дальше не так. Мы на равных будем бегать, но ни о чем кроме бега. Я думать не смогу. Немного денег. Стальну стрелу, да. Почему не... Ну, стальные стрелы брать есть смысл. Они сразу единичку будут стоить. Железные очень долго падают. Пока мы не распечатаем нормальный красноречие, будет стоить ноль. Соответственно, смысл их подбирать толком. Очень хочется убить охотника, но скорее умею. Мы пока все мало, чтобы позволить можем. А нам хп сейчас очень нужны. Во-первых, да, живите. Давайте соберем, начнем с простого. А потом пойдем внутрь. Ух. Так, великан. Перки нету на что бы добыть. Выход орехалка, оно нам очень нудно улов. Нам этим всем поделиться. Блин. Надо что-то выбрасывать. А вот теперь вопрос Реврон. Ну, давайте это будет в серии. Надо понять, сможем ли мы этого великана одолеть. Да, на четвертом уровне с железным клинком. Трактически это можно. Но давайте это будет в следующей серии, потому что займет это огромную кучу нашего времени. А пока, я надеюсь, вам понравилось. Благодарю всех за просмотр. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok